МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Лидеры образования. В Заречном проходят финальные события конкурса педагогических команд. Конкурс имеет уже свою историю. В городе Заречном он проводится в третий раз. У нас был городской конкурс, у нас был конкурс в рамках проекта «Школа Русатома», и теперь мы принимаем область. Я гражданин России. В Заречном прошел муниципальный этап одноименной всероссийской акции. Благодаря участию в этой акции дети учатся видеть социализацию, социальные проблемы, а самое главное – учатся решать. И иногда даже помогают взрослым при решении каких-то очень важных социальных проблем. Победа на татами. Зареченские спортсмены не оставили шансов конкурентам на чемпионате Приволжского федерального округа по всестилевому карате. И теперь об этих и других новостях подробнее. Первый в этом году диалог с городом проведет глава Заречного 31 марта. Прямой эфир будет проходить на странице Олега Климанова в соцсети ВКонтакте. Общение с главой города начнется в пятницу в 14 часов. До начала эфира вопросы руководителю муниципалитета можно задать по телефону 61-2020 и отправить на электронную почту. Адреса указаны на страничке Олега Климанова во ВКонтакте и на портале Город Зет. Празднование грядущего юбилея Заречного стало основной темой заседания этноконфессионального совета. Собравшись, рассмотрели примерный план мероприятий. В этом году день рождения города совпадет с Днем Знаний. Торжество начнется 1 сентября. Помимо утренних линейок в школах планируется открытие нового сквера юбилейной. Однако главные праздничные мероприятия состоятся 2 сентября. В этот день пройдет церемония у памятника создателям завода и города в традиционное шествие трудовых коллективов, без которого уже нельзя представить этот праздник. Но в юбилейный год организаторы решили учредить новый конкурс и поощрить предприятия, чьи колонны станут самыми яркими и оригинальными. Каждый юбилейный год, то есть каждые 5 лет, у нас будет проходить фестиваль шествия колонн главным критерием, где будет основная изюминка, фишка предприятия, организации, учреждения. И будет в этот же день, после народного голосования, будет избрано народное жюри в количестве 150 человек. Это жюри на протяжении часа будет проводить после шествия голосования и уже вечером на стадионе переходящий кубок победителя и обладателя второго и третьего места лауреатов будет вручен. После шествия начнут работать творческие интерактивные площадки в Центральном парке. Во второй половине дня на проспекте Мира раскинется городок национальных павильонов, где гости праздника смогут познакомиться с культурой различных народов – русских, мордвы, татар, чуваший. Также предполагается, что в этот день зареченцам удастся установить кулинарный рекорд – всем вместе приготовить огромную сковороду жареной картошки. Вечером горожан ждет концерт на Центральном стадионе. Ожидается выступление академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением Виктора Елисеева. Завершится празднование юбилея Заречного 3 сентября. В этот день состоится фестиваль садов и цветов. В Заречном проходят финальные события конкурса педагогических команд лидера образования. За время своего недолгого существования конкурс проходит всего лишь в третий раз. Это профессиональное состязание из внутригородского вышло на уровень госкорпорации «Росатом», а затем стало региональным. В этом году конкурс проходит при поддержке фонда президентских грантов, и в нем участвуют почти четыре десятка педагогических коллективов из Пензы, районов области и нашего города. Финал регионального конкурса педагогических команд открыла торжественная церемония. Со сцены Дома культуры «Дружба» в адрес участников прозвучали напутственные слова и пожелания интересной продуктивной работы. В состязании лидера образования 2023 принимают участие школьные учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования из Заречного, Пензы и районов области. Конкурс имеет уже свою историю. В принципе, в городе Заречном он проводится в третий раз. То есть у нас был городской конкурс, у нас был конкурс в рамках проекта «Школа Русатома», и теперь мы принимаем область. У нас 9 команд дошкольных образовательных организаций, 6 команд учреждений общеобразовательных, то есть школ, и 4 команды доп. образования. Конкурс инициирован Пензенской региональной молодежной общественной организацией по поддержке одаренных детей и молодежи «МОНО» совместно с Департаментом образования и информационно-методическим центром Заречного. В год педагога и наставника состязание проводится при поддержке фонда президентских грантов. Любой конкурс – это всегда повышение профессионального мастерства, профессионального уровня педагогов, поэтому каждый для себя найдет какие-то еще моменты, какие-то еще изюминки и будет применять в своей практике. Конкурс педагогических команд «Лидеры образования-2023» включает в себя два этапа. Первый проводился заочно. В нем приняли участие 38 коллективов образовательных организаций. Конкурсанты представили в оргкомитет профессионального состязания, презентации команд, образовательные проекты и провели онлайн-защиту программ развития своих учреждений. В финал вышли 19 сборных, в их числе конкурсанты из рабочего поселка Макшан. Хотим представить нашу команду, активно поучаствовать, в общем, поделиться нашим опытом, нашими знаниями, ну и, соответственно, от коллег набраться тоже опыта. Каждая сборная на конкурсе «Лидеры образования-2023» состоит из пяти человек. Команды должны показать не просто слаженную работу, но и профессиональное мастерство каждого участника. Екатерина Акаева из Макшана запланировала провести урок хореографии для зареченских школьников. «Приготовила очень интересное занятие, но прежде всего мне бы хотелось, чтобы ребятам было интересно и весело. Я их увижу сегодня первый раз. Ну, надеюсь, и мои коллеги тоже что-то увидят новое, для себя что-то отметят». Конкурс «Лидеры образования-2023» проводится по трем направлениям. В профессиональном мастерстве соревнуются педагогические команды общеобразовательных и дошкольных организаций, а также учреждения дополнительного образования. Все финальные мероприятия организованы на базе учреждений Заречного. «Для чего мы это делаем? Не для галки, а для того, чтобы результат был именно такой, прежде всего, связанный с результатами детей, либо личностные результаты детей, либо какие-то инновационные процессы, продвигающие эффективность. Ну, конечно, умение работать в команде, потому что это очень непросто. Суметь вокруг себя объединить людей разных, ну и по темпераменту, и по уровню каких-то, умений каких-то навыков и компетенций, и суметь придумать что-то, нечто необыкновенное еще и представить, это, наверное, дорогого стоит». Заречные на конкурсе «Лидеры образования» представляют школы номер 225 и 226. Детский сад номер 11 и Центр образования и профессиональной ориентации. Итоги профессионального соседания педагогических команд будут подведены 30 марта. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Более четверти миллиона рублей отдал мошенникам «Зареченец» в погоне за прибылью. Мужчина наткнулся в интернете на рекламу о возможности заработка. При переходе по указанной там ссылке отобразилась страничка, где необходимо было оставить свои контактные данные и номер телефона, что он и сделал. Затем мужчине позвонил неизвестный и пояснил, что необходимо внести денежные средства на брокерский счет, установить приложение и предоставить данные своей банковской карты и коды из СМС-сообщения, что «Зареченец» и сделал. После этого с его счета были списаны 10 тысяч рублей. В дальнейшем неизвестный пояснил, что для увеличения прибыли необходимо внести более крупную сумму денег, после чего с банковской карты «Зареченца» несколькими транзакциями были списаны еще 248 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила четверть миллиона. Ну а мошенники тем временем изобретают новую схему отъема денег у населения. О них мы сегодня поговорим с заместителем начальника следственного отдела межмуниципального отдела МВД России Пазата-Заречной Пензенской области Мариной Быковской. Не пропустите актуальное интервью в финале информационного выпуска, а пока к другим темам. В Заречном прошел муниципальный этап 23-й всероссийской акции «Я гражданин России». В этом году в нем приняли участие две команды учащихся образовательных учреждений. Школьники представили свои проекты, направленные на решение социальных задач. Постановка благотворительного спектакля и театрализованное представление на иностранном языке. Команды школ номер 222 и 226 стали участниками муниципального этапа всероссийской акции «Я гражданин России». Свои проекты конкурсанты презентовали членам экспертной комиссии. Цель этой акции – это формирование активной гражданской позиции, гражданское патриотическое воспитание, ну, в общем-то, развитие социального творчества. Благодаря участию в этой акции дети учатся видеть социальные проблемы, а самое главное – учатся решать. И иногда даже помогают взрослым при решении каких-то очень важных социальных проблем. Кадеты из 226-й школы разработали проект благотворительного представления. В образовательном учреждении был организован мобильный кукольный театр. Уделяется большое внимание вопросам благотворительности среди детей. Многие педагоги хотели бы организовать такую деятельность, но среди многообразия форм не могут выбрать лучшую. Поэтому мы предлагаем для решения проблемы выбора передвижной театр как средство благотворительной деятельности. Учащиеся 222-й школы на конкурсе «Я – гражданин России» презентовали проект «Необычный спектакль на необычном языке для обычных детей». Ребята вместе с педагогом придумали героя, которые путешествуют по миру и находят новых друзей. Персонажи постановки общаются на английском и французском языках. «Сказка наша о том, как из человечка, которого нарисовали простые российские школьники, вышел настоящий человек, который побывал в Англии и во Франции и везде он помогал людям. Мы пытались занести главную мысль сказки. Пусть ты маленький, и может не очень привлекательный внешность, но у тебя большое доброе сердце, и ты готов всегда прийти на помощь». По итогам муниципального этапа всероссийской акции «Я – гражданин России» наибольшее количество баллов заработал проект учащихся школы номер 222. Активисты получили право представить свою работу на региональном этапе конкурса. Зареченские рукодельницы готовятся к Пасхе. В мастерской «Добрые руки» представители ветеранских организаций создают сувениры к главному православному празднику. Творческое объединение на базе Центра ЛАД существует с 2017 года. После двухлетнего пандемийного перерыва мастерская возобновила свою работу в ноябре 2022-го. И за это время рукодельницы успели освоить новые техники и изготовить подарки к Новому году 23 февраля и 8 марта. Теперь на очереди пасхальные украшения. Яркие ленты, разноцветные бусины, разнообразные украшения, плюс фантазия и старательность. И вот уже радуют глаз нарядные пасхальные сувениры. Участницы творческой мастерской «Добрые руки» готовят сюрпризы к главному православному торжеству. Мы делаем пасхальные яйца в качестве подарка для своих родных и близких. В основном мы каждому празднику какие-то делаем подарки, какие-то, может быть, небольшие какие-то изделия, композиции. И к Новому году, и к 8 марта, и к 23 февраля мы все делали подарки. Творческое объединение открылось в Центре ЛАД в 2017 году. И за это время мастерицы успели освоить различные виды рукоделия. В данный момент мы используем технику Казанши. Это работа с атласными лентами. Мы не только атласными лентами занимаемся. У нас и работа с фоамираном, у нас работа с гофрированной бумагой, и декупаж мы делали. То есть, ну, на все руки отскоки. Впрочем, скучать за реченским пенсионерам некогда. Заслуженный отдых – хорошая возможность для занятий творчеством. Отдыхать от всего. Здесь и душой, и телом отдыхаешь. И такое удовольствие получаешь от красоты, которую здесь видишь и стараешься делать. Творческая мастерская дарит своим участникам не только радость созидания, но и роскошь человеческого общения, возможность встретиться с единомышленниками. Люди сюда приходят не для того, чтобы что-то сделать, какой-то подарок. Они приходят сюда пообщаться. То есть, люди немножечко за пандемию немножечко устали от этого. И они сюда ходят просто пообщаться, поговорить какими-то интересными мыслями, какими-то интересными занятиями. То есть, общение. Присоединиться к таким дружеским встречам может каждый желающий. Творческая мастерская «Добрые руки» открывается в центре ЛАД каждый вторник с 13 часов. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 1 апреля зареченцы смогут не только посмеяться, но и получить удовольствие и эстетическое наслаждение, побывав во Дворце культуры «Современник». На самую большую сцену города в этот вечер в полном составе выйдет шоу группы «Мэгис». Вокальный коллектив представит зрителю абсолютно новую программу. Некоторые секреты предстоящего музыкального шоу удалось узнать моим коллегам. Пока не настроен свет, не оформлена сцена, артисты не надели яркие костюмы для выступления. Юные вокалисты из шоу-группы «Мэгис» репетируют номера для предстоящего отчетного концерта, работают над вокалом и хореографией. Нам еще многое нужно отрепетировать, подготовиться, освещение, номера, расстановка на сцене. Все это, конечно же, детали, но я думаю, с духом мы соберемся, и у нас все получится хорошо. Весенний отчетный концерт это своего рода подведение итогов года. Участники коллектива покажут зрителю, чему они научились, продемонстрируют широчайший спектр творчества. Репертуар у нас абсолютно новый, почти 100% у нас новейшие песни в разных стилях. Это и, конечно, патриотические песни, что актуально в наше время, и песни о войне, которые даже, ну, выбивают слезу зрителей, конечно, они на нерве. Песни из мультфильмов, кинофильмов, потому что у нас детский коллектив, естественно, репертуар тоже детский. А чуть повзрослее дети поют уже более серьезные песни. У нас много песен, которые любили наши мамы и, возможно, даже бабушки, но они сделаны в новом каком-то стиле. То есть мы, так скажем, новаторы, мы привнесли что-то новое. Я думаю, что это было бы интересно нашим зрителям. Руководитель шоу-группы Мэггис Ольга Вельмайкина признается, она старается дать возможность максимально раскрыться каждому ребенку, попробовать разные жанры и музыкальные стили. На сцену выйдут все участники коллектива, включая самых маленьких и неопытных вокалистов. В этом году, да, тоже пришли пятилетки, будут петь ну такую смешную песню «Ягодки». Это самая милота. Как раз умиляемся. Пока еще не все у них получается, но я думаю, что все впереди. Концертная программа называется «Просто и емко» вместе с нами. Вокалисты шоу-группы Мэггис предлагают провести вместе с ними вечер 1 апреля. Концерт во Дворце культуры «Современник» начнется в 17.00. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченские спортсмены вновь доказали высокий уровень своей подготовки и работы тренеров комплексной спортшколы Олимпийского резерва. На чемпионате Приволжского федерального округа и межрегиональном турнире по всестилевому карате «Энергия Волги» наши единоборцы трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета, а также завоевали две серебряных и три бронзовых медали. Ну а в категории мужчины старше 18 лет зареченские спортсмены вообще были вне конкуренции. Рассказывает Ксения Тризна. Четверо зареченских спортсменов выполнили норму кандидата в мастера спорта на чемпионате Приволжского федерального округа по всестилевому карате. Соревнования прошли в Саратове. В категории мужчины старше 18 лет нашим борцам не было равных. Весь пьедестан встал нашим. Первым местом нас занял Рыжов Никита, Михайлов Андреев этот раз уступил Рыжову, второй, и третий Али Куильдар. Ребята выполнили кандидат в мастера спорта. Это звание также завоевала Анастасия Телятникова. В некоторых категориях зареченцы соревновались за победу между собой. Победитель чемпионата ПФО Никита Рыжов своим основным соперником считает товарища по команде. Было записано шесть соперников. Из них Андрей Михайлов наш, ведущий сейчас. Главный мой соперник, как сказать. Опередил его всего на одну десятую, но все равно уже хороший результат. Потому что последние соревнования в Чебоксарах мы уступали. Там я так сказать пролетел. Ну вот. За короткие сроки удалось подготовиться. Андрей Михайлов в свою очередь признает, к соревнованиям в Саратове он подготовился не на сто процентов. Спортсмен твердо намерен взять реванш и вернуть себе пальму первенства. Руки у меня работают прям на отлично, а вот стойки прям очень плохо. Это надо будет тренировать. Надо также растяжку потренировать, потому что может сказать, что я деревянный. Ну ничего, тренируюсь и стану победителем первенства России. В общей сложности по итогам чемпионата ПФО зареченцы завоевали две бронзы, одно серебро и одно золото. Параллельно в Саратове состоялись еще одни соревнования межрегиональный турнир «Энергия Волги». Здесь наши спортсмены тоже не остались без наград. Серебряный призер Софья Маркичева уже проанализировала свое выступление и поняла, над чем нужно работать в дальнейшем. Со стойками проблемы были, но это все равно. Тренировать тоже очень долго надо в стойке. Потому что бывает уже так в стойке долго тренируешь, но все равно есть вот такое, то что в стойку не так встал. На межрегиональном турнире зареченцы завоевали одну бронзовую, одну серебряную и две золотые медали. Подняться на высшую ступень пьедестала удалось Тимофею Мурукину и Екатерине Пашкевич. Волновались, как обычно. Неожиданно, что заняла первое, рассчитывала на второе. Сейчас у каратистов проходят тренировочные сборы. Они готовятся выступить на первенстве России, которая пройдет в апреле в Орле. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». Мошенники изобрели новый способ обмана. Теперь они выманивают у граждан персональные данные и денежные средства под видом сотрудников портала госуслуги. Подробности сразу после рекламы. Не переключайтесь. Одежда ведущему предоставлена салоном мужской одежды Бостон. Города бывают разные. Есть города красивые летом, есть те, что раскрываются весной, а где-то вас ждут зимние и осенние города. Заречным можно любоваться всегда. Приобретайте видеозарисовки о городе в телерадиокомпании «Заречный» по адресу улица Ленина, 18 Б. Справки по телефону 60 13 19 Подарите «Заречный» родным и близким. Цифровая экосистема Северного морского пути. Подготовка второго энергоблока БеларусьКС к вводу в эксплуатацию. Композитное будущее страны. Смотрите в среду в 20.00. Новости заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника следственного отдела межмуниципального отдела МВД России Пазата Заречной Пензенской области Марина Быковская. Добрый вечер. Добрый вечер. Марина Сергеевна, вот расскажите, пожалуйста, о том, как сейчас, спустя уже квартал, практически прошедший 2023 года, обстоят дела с криминогенной обстановкой в плане преступлений и мошеннической направленности. Больше их стало по сравнению с тем же периодом прошлого года, меньше, то есть, что происходит? Могу сказать так, что мошенничества у нас до настоящего момента продолжаются. Как совершались мошеннические действия в отношении наших граждан, так сказать, как граждане поддавались на данные уловки, так они и поддаются. Ну, ежедневно, практически ежедневно регистрируем, ну, в среднем по одному преступлению такого рода, да. Вот. Хочется отметить, что граждане все-таки самостоятельно принимают эти решения, да, о предоставлении сведений о своих картах. И для нас остается загадкой, почему все-таки граждане идут на повеладу у мошенников и передают данные своих карт, данные логинов, паролей, данные из СМС-сообщений, которые поступают. Также продолжается, вот сейчас вот новый такой вид, госуслугам у нас требуются сведения мошенниками, да, предоставляют сведения. То есть, как это происходит? Как это происходит? Мошенники звонят на мобильный телефон, опять же, нашим гражданам и говорят о том, что сейчас в ваш личный кабинет госуслуг пытаются проникнуть кто-то, да. Мы давайте с вами предотвратим. При этом представляют сотрудникам, которые обслуживают госуслуги, сайт и требуют предоставить пин-код, который поступит в СМС-сообщениях. Соответственно, граждане по каким-то причинам, доверяя лицам, с которыми они совершенно не контактируют лично, а контактируют именно по телефону или через мессенджер WhatsApp или Viber предоставляют данные сведения. То есть, гражданин, в первую очередь, чтобы избежать списания какого-то, либо взлома какой-то его страницы в госуслугах, либо в другой какой-то структуру, в соцсетях, да, да. То есть, в первую очередь, он должен позаботиться куда-то в службу поддержки обратиться, тех же госуслуг либо какого-то другого сайта. Нет, гражданин у нас почему-то предоставляет сведения о своей странице человеку, который звонит ему на телефон. Вот, это вот... Ну почему? Вот вы как специалисты, вы как считаете, когда вы разбираетесь, когда следователи, когда полицейские, когда участковые начинают разбираться, или там, следственный комитет, прокуратура начинает разбираться вот с этими делами, как вы-то это анализируете? Вот, что происходит с человеком в этот момент? Как правило, люди характеризуют эту ситуацию тем, что они взволнованы в этот момент, когда происходит этот звонок, беседа по телефону. Человек волнуется, переживает за свои там персональные данные, за денежные средства, которые находятся у него на счете, и, соответственно, называет все коды доступа. В последующем, как говорят, я был как будто под гипнозом, вот я все знал, со мной проводил беседу и сотрудник полиции, участковый приходил домой, листовочки красивые мы сейчас разносим, цветные, где с памяткой, где все написано, там все описано с ситуацией данной. Тем не менее, гражданин называет пин-коды. Ну, вот, по поводу сайта госуслуг, это что-то такое относительно новое, такое мошенничество, чем он может грозить? Ну, опять же, у нас персональные данные находятся, все паспортные данные, дата рождения, у некоторых даже какие-то счета, мы оплачиваем налоги, оплачиваем штрафы, мы привязываем свою банковскую карту, опять же, к сайту госуслуг. Если человек получает доступ к сайту, к вашей персональной странице, он, соответственно, может получить доступ, какой-то доступ к вашей банковской карте. Но еще и к информации, там же и водительские удостоверения, и автомобили. Безусловно, к информации, к персональным данным, к паспортным данным и, соответственно, к водительским удостоверениям. Поэтому нужно быть очень осторожным, нужно соблюдать все, ну, так сказать, меры безопасности. Меры безопасности, да. И не называть постороннему человеку, который лишь только, представляясь по телефону, сотрудникам этого сайта сообщать данные. Если вы сомневаетесь, то необходимо связаться все-таки с службой безопасности, с техподдержкой данного сайта, если вы все-таки уже заподозрили, что, возможно, произошел взлом или там какие-то данные утекли с данной страницы. Также у нас определенно, вот сейчас есть новый такой вид мошенничества, когда мошенник звонит по телефону и говорит о необходимости пройти к банкомату. Да. Ну, это уже так и было ранее, но вот сейчас такой немного обновившийся формат. Значит, человек проходит к банкомату, действуя по указанию мошенника, находясь с ним на телефонной связи, сканирует QR-код банкомата и отправляет по WhatsApp или Viber данный QR-код мошеннику. Дальше ячейка банкомата открывается, сама, ну, как гражданин поясняет, да, я увидел, что ячейка открылась, я туда вложил денежные средства. Я ничего, никакие действия не предпринимал, номера карты я никакие не вводил. То есть, чем, что это такое, да, сканируя QR-код банкомата, мы отправляем мошеннику сведения о банкомате. И он уже на отдаленном расстоянии управляет, так сказать, банкоматом онлайн. Вот, и дальше вводят сам данные карты, на которые необходимо зачислить денежные средства. Вот это тоже один из новых видов. Ну, а что они говорят, когда звонят? Почему? Как они побуждают пойти человека в банкомату? Говорят о том, что ваши средства сейчас в опасности, их пытаются, ну, как обычно, та же схема, что ваши денежные средства сейчас спишет мошенник, поэтому вам необходимо пройти к банкомату и переложить денежные средства, но на безопасный счет, который открыт на ваше имя. Соответственно, гражданин идет к банкомату и выполняет все указания человека, который находится с ним на телефонной связи. В первую очередь, необходимо гражданам нашим запомнить, что онлайн какой-то сотрудник банка не будет никаким образом таким способом ограждать вас от хищения денег, а сотрудники банка ни в коем случае не призывают идти к банкомату, перекладывать свои денежные средства на другие счета и так далее, в другие банки, поэтому это основное, что нужно запомнить нашим гражданам, чтобы не стать жертвой мошенник. Ну, так вы же сами говорите, что все об этом знают. Знают, да. И? Ну, вот поддаются. Необходимо как-то вот, ну, наверное, не разговаривать в первую очередь, не продолжать разговор. Если вы сомневаетесь, необходимо прервать разговор и связаться с банком. А если не сомневаются? Вот видите, они же не сомневались, вот все вот эти потерпевшие, они не сомневались в том, что им звонит сотрудник Федеральной службы безопасности, что им звонит сотрудник банка какого-то, что им звонит сотрудник какой-то службы безопасности или управление внутренних дел по городу Москве и так далее и тому подобное. Вы понимаете, это необходимо усвоить человеку, что сотрудник ФСБ не будет звонить по телефону и привлекать вас к расследованию, либо к каким-то махинациям с вашими же счетами. Ни за что такого быть не может просто, в принципе. Опять же, сотрудник банка не может предотвратить это на стадии подойти к банкомату, перевести, набрать какой-то QR-код, сообщить пин-коды. То есть, если вы сомневаетесь, то это будет только в отделении Сбербанка, например, или другого банка. Если это сотрудник полиции, то этот разговор и все, что с вами происходит, это будет только в отделении полиции, если, опять же, вы становитесь жертвой чего-то. Но, как правило, банки сами не будут выявлять того, что с вашим счетом что-то происходит. Якобы. Как правило, все, что говорится в этой тематике, что с вашим счетом что-то происходит, это, естественно, вымысел. То есть, давайте так, еще раз. Вот первый звоночек, на что должен обратить человек, когда ему кто-то звонит или пытается связаться через какие-то мессенджеры. Вот первый такой звоночек, что все, ребята, это однозначно мошенники. Это тут точно дело нечистое. Вот что должно насторожить прямо с первых секунд? Самое основное, это то, что человеку не будет никто звонить. Никто из сотрудников банка звонить вам в любом случае не будет. Прежде чем переводить и сообщать пин-коды, переводить денежные средства, сообщать пин-коды, вы должны обратиться в банк. Это самое основное правило. Вы обратитесь в банк. Естественно, в банке, даже позвонив на горячую линию, сотрудник банка вам подтвердит, что это мошеннические действия. Называть, естественно же, какие-либо коды доступа, свои персональные данные, другие сведения, которые требует человек. Этого не стоит делать. И нужно прямо как закон запомнить, что никакие персональные данные постороннему человеку по телефону я называть не буду. Это каждый гражданин должен просто усвоить. Это то, что касается телефонных звонков. Но есть ведь и другие способы мошенничества. Есть способы мошенничества на сайтах, покупка-продажа товаров. Да, что касается покупки. Или там еще недавний случай был. Извините, вас перебил. Недавний случай – это когда человек решил денег заработать. Брокерские такие операции. Все правильно вы говорите. Четверть миллиона. Все правильно вы говорите. Да, это верно. Вы напомнили об этой ситуации. Но это не один случай, не четверть миллиона. Это несколько граждан у нас уже были потерпевшими в такой ситуации. То есть это сайты-двойники, либо сайты, подысканные мошенниками и созданные фейковые страницы. Также это могут быть совершенно просто сайты, созданные мошенниками. Их распознать, конечно, не так легко, как кажется, как обыденному человеку. Да и нам порой приходится некоторые манипуляции провести, чтобы определить, какой это сайт мошеннический или не мошеннический. Поэтому гражданам все-таки стоит быть повнимательнее с этими заработками. И, как правило, все эти сайты в большей своей степени, они мошеннические. Тем не менее, люди говорят, мы-то там какую-то сумму вывели. Мы туда положили, скажем, тысячу, дам 10 тысяч рублей. Мы там потом 4 тысячи оттуда вывели. Но это является ловушкой. Вам дают вывезти оттуда 4 тысячи рублей, а в последующем 40 тысяч вы оттуда вывезти не можете. А люди туда, так правило, переводят по несколько миллионов. Берут кредиты, оформляют на себя, на своими и переводят туда. Нужно это понимать, что такого просто быть не может. Потому что, чтобы играть на какой-то бирже, это нужно быть финансово грамотным человеком. И разбираться в сайтах определенных, разбираться в каких-то компаниях. Поэтому просто вот так. Мне подружка сказала, мне там сосед посоветовал. Вот не советуем в таких случаях рисковать и слушать соседей и подруг. Марина Сергеевна, насколько я знаю, эти дела достаточно сложны в раскрываемости. Потому что в большинстве своем мошенники находятся, ну, мягко скажем, не на территории Пензенской области. География очень широкая. Включая ближние зарубежья, дальние зарубежья и так далее. Но хотя бы какой-то прогресс в этом есть? Да, конечно. Мы сейчас сотрудники очень часто выезжают в командировки. Получаем сведения из других регионов. Доставляем сюда людей, которые, ну, как правило, возмещают ущерб. Мы принимаем все соответствующие меры для возмещения ущерба нашим гражданам. Но эти дела раскрываются, так сказать, можно перечислить по пальцам. В сравнении с их заявляемостью, да, с возбуждением. В сравнении-то, да. Вот, поэтому все-таки здесь больше профилактика должна действовать. И сознательность наших граждан. Вот, каждый гражданин все-таки должен более о себе побеспокоиться, о своем счете. Реально, а не так, как вот начинает беспокоиться, когда звонят мошенники. Нужно просто для себя вот усвоить вот эту информацию, что звонивший не может верить никому. Да, сейчас такое время, что нужно верить только себе самому. Поэтому... Ну что ж, Марина Сергеевна, большое спасибо за участие в нашей программе. Будем надеяться, что благодаря нашей встрече хотя бы один из потенциальных жертв-мошенников не станет этой жертвой. Да, спасибо, спасибо. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До встречи на канале Заречный. И будьте бдительнее. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!